Добрый день, друзья! Сегодняшняя передача, посвященная очень важному событию, которое произошло 5 марта в парламенте Республики Молдова. Буквально полчаса назад парламент Республики Молдова 54 голосами из 101 проголосовал за отставку правительства. Было очень интересно наблюдать, как происходил сам процесс. Было очень интересно слушать и разговаривать с людьми, которые пришли на площадь перед парламентом и которые чего-то хотели. Нам так и не удалось узнать, с каким месседжем эти люди пришли перед парламентом и в поддержку кого или против кого они сюда пришли. Удалось что-то понять в момент, когда депутаты, уже проголосовавшие за отставку правительства Филата, вышли из парламента. И когда более активно освистали либералов, и первым, кого освистали очень активно и даже восторженно, свист был местами даже художественный, это был либерал Чабан. Есть там такой молодой человек, который говорит много, но по сути никогда еще ничего не сказал. А теперь попытаемся развить эту новость и понять, как будут развиваться события. События могут развиваться по нескольким сценариям. Сценарий А. Плохотнюк и его команда пытаются повторить процедуру, которую им удалось осуществить с Пуалилунж. То есть, они попытаются представить кандидатуру, которая будет категорически послушна Демпартии. И которую они попытаются под всякими благовидными сценариями провести через парламент. Этот сценарий не пройдет, потому как Филат понимает, что если он теряет и административный ресурс, если он теряет возможность управлять исполнительной властью, то с ним произойдет то же самое, что произошло с АМН. Все пеледемевцы скопом напишут заявление о выходе из либерально-демократической партии и напишут заявление о массовом входе в демократическую партию. Так думает Филат и Плохотнюк. Сценарий Б. Сценарий Б будет более интеллигентным, когда на кандидатуру премьер-министра будет выставлена персона, которая может показаться неискушенному зрителю, может показаться нейтральной, но которая на самом деле уже будет заранее засланным казачком. Такие казачки есть на сегодняшний день в партии Филата, которые засланы от Плохотнюка для того, чтобы контролировать некоторые процессы внутри либерально-демократической партии. Третий сценарий, да, и дальше по сценарию, все развивается по сценарию А, по первому сценарию. Третий сценарий весьма интересен, он заканчивается досрочными выборами, но не через 45 дней, когда должен быть распущен парламент, в силу того, что не была проголосована кандидатура премьер-министра и не был проголосован новый кабинет министров, а в силу того, что Тимофтий просто не пойдет на то, чтобы инициировать процедуру распуска парламента, потому как понимает, что может попасть в тюрьму, потому как понимает, что масса-масса действий, которые были осуществлены, являются незаконными, малозаконными, а в некоторых случаях и преступными, категорически преступными. Итак, новость сегодняшнего дня, это распуск правительства, 54 депутата проголосовали за отставку правительства, мы будем иметь сейчас взаимные упреки, будем иметь сейчас целую волну, целый каскад взаимных обвинений, недопониманий, попытка шантажа друг друга, что если мы сейчас уйдем, если мы сейчас не придумаем новое правительство, то коммунисты вернутся, нас всех пересажают к кедрине, фене и вот прочие-прочие-прочие дела. Что ж, друзья, на этом мы заканчиваем новость дня от 5 марта, мы находимся перед парламентом Республики Молдова. На недельке встретимся, всего хорошего.